Сегодня мы скажем пару слов с вами про 51-ю страницу трактата Ивамута. Я уже говорил, здесь опять начинаются технические детали, очень сложный перег. Я просто расскажу одну интересную идею по отношению к общему принципу. Бывает, что Тамуд говорит, что разные мудрецы считают одно и то же. То есть раввин такой, раввин такой, или целая школа, как в данном случае Бет-Шамай. Вот мы встречаем здесь, это называют обычно, мудрецы называют шито. То есть когда одна шито, одно мнение. У целого ряда мудрецов, когда говорят, например, в данном случае, они говорят, что следующие мудрецы считают, что Маамар Койне. Помните, мы говорили, что Маамар это эквивалент Кедушина в случае Ивамы. То есть женщина, у которой умер муж без детей, ей, если сделал один из братьев Маамар, то есть практически как Кедушин обычный, но это работает не как Кедушин. Вот вопрос, срабатывает ли этот Кеньян полностью или нет. Я же говорил, что мнение Бет-Хилл, что это вообще только раввинский закон, видимо, символически сделано, чтобы сделать, ну, более серьезным женитьбу. Сделали эквивалент Кедушина для Ивамы тоже, как для обычной женщины. Сначала делать Кедушин, потом уже Хупу. А Бет-Шамай, как мы уже с вами встречали, такую Шиту, считают, что это полностью Кеньян срабатывает. Хотя здесь Путришоним, Раши и Тософод, это и Сторы срабатывают или нет. Но, во всяком случае, вот пример, который они приводят, здесь мы уже его обсуждали. Что если было два брата, женатые на двух сестрах, и третий брат. И один из братьев, кто женат на какой-то из сестер, умер без детей, и третий брат сделал Мамар, но не успел сделать Хупу. Если бы он уже на ней поженился, если бы он уже сделал Бию, то есть он фактически уже взял ее в жены, сделал бы Ебум, то тогда все, теперь она уже его жена, и если теперь умрет другой брат, у которого жена, сестра этой, то она просто отскочит, как сестра жены, и все. Но в данном случае он не сделал еще Ебум, Ебум не закончил, он только сделал Мамар. Так вот, Бешамай, помните, сказали, и что ему, его жена теперь с ним. То есть, раз он успел сделать Мамар, то этого достаточно, это получается Киньенгамур. Так вот, здесь приводится целый ряд других мудрецов, которые тоже считают, что Мамар Койна Киньенгамур. В нашей, соответственно, судьбе Тарабангамлиэль, который считает, что после одного Мамара, другой Мамар уже не относится, как я объяснил на предыдущем уроке. Например, если Мамар сделал кто-то из других братьев этой же женщине, или этот же брат, или другой сделал Мамар одной из других жен умершего брата, этот Мамар не имеет никакого значения, потому что один Мамар уже Койна. Получается, Рабангамлиэль, Бешамай, а также Раби Шиманы, Беназай и Рабины Хемия. Они приводят из разных мест, из разных сугих, и некоторые здесь уже были у нас, как Раби Шимана Суге и Бешамай, доказывают, что все эти люди тоже считают, что Мамар Койна полностью Мамар срабатывает. Но это не значит, что все эти люди согласны друг с другом. Они все применяют эту концепцию в разных ситуациях. Но у них есть действительно реальные различия у всех этих мудрецов. Не каждый согласен с другим. Но общий принцип, который заложен в их мнениях, это что Мамар Койна. Так вот у нас есть общий такой принцип, что обычно, когда говорится, что такое-то, 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 они все считают одинаково, в смысле считают так-то и так-то, что у них общая Шита, что обычно Халаха не как Шита. Вот такой принцип у нас общий в отношении постановления Халахи. что халаха не идет как шита как мнение, которое вот так приводит в охапку несколько разных мнений, которые с чем-то согласны это приводится обычно, чтобы показать что халаха не как эти мнения ну понятно, что халаха не как бет-шамай по сравнению с бет-хиллом, но и в других вещах тоже здесь во всем халаха не как эти мнения, не как это шита и на этом мы на сегодня закончим если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите лайк